Откройте врата знаний Шагариумом и углубитесь в изучение богатств недр родного края. Полезные ископаемые – это горные породы, минералы, используемые в сфере материального производства и народном хозяйстве. В настоящее время известно около 250 видов полезных ископаемых. И полезные ископаемые по воле человека превращаются в самые необходимые вещи, которые обеспечивают безопасность, обогревают, перевозят и кормят нас всех. Привет, друзья! Вы на канале «Есть вопрос». Меня зовут Александра, это Евгения. И мы вас рады видеть в этой студии. И сегодня у нас очень интересная и полезная тема. А почему она полезная? Посмотрите выпуск до конца. Привет, друзья! А собрались мы здесь, собственно, для того, чтобы посмотреть на наше новое обновление, которое вышло к игре Шагариум и называется оно «Сокровище недр». Итак, друзья, вашему вниманию мы подготовили 20 карточек. Внимание! Это большое количество карточки-помощники, которые ведут вас и ваших детей в мир добычи полезных ископаемых. Например, на карточках вы увидите инструменты или технику, с помощью которой вы будете добывать те самые полезные ископаемые. И, конечно же, прежде всего нужно объяснить детям, что относится к полезным ископаемым. И это такие яркие, красивые карточки, до которых дойти захочет каждый ребенок. Поверьте мне, у меня большой опыт в этом. И, конечно же, как не поговорить о профессиях, если, собственно, эти профессии связаны с полезными ископаемыми. А сейчас, друзья, мы с вами познакомимся с несколькими формами игр на эту тему. Знакомство с полезными ископаемыми мы бы начали с изучения их свойств. А для этого можно приготовить несколько игр для изучения того, какими свойствами обладает полезные ископаемые. Например, детям раздаются карточки с полезными ископаемыми, а ведущий называет то, какими свойствами они обладают. И если у ребенка его карточка совпадает с этими свойствами, то он может, например, делать шаг на поле, либо поднимать руку. И, друзья, если мы поговорили о свойствах полезных ископаемых, конечно же, у детей возникнет вопрос, собственно, а кто те люди, которые добывают эти полезные ископаемые? Ведь и процесс добычи, он тоже отличается и зависит от того, что мы добываем. Как бы это так хитро не звучало. Поэтому детям всегда будет классно и интересно познакомиться с теми профессиями, которые у нас, собственно, могут быть участвовать в добыче полезных ископаемых. Или же мы можем поговорить о том, что есть одна профессия, например, водитель. Но водить водитель будет разными машинами. Это может быть бульдозер, это может быть драга, это может быть, например, вот такой интересный бур. Не забывайте, друзья, что мы вам сейчас показываем все это в маленьком масштабе, а карточка на самом деле выглядит вот таким образом. Они очень яркие, красочные и большие, потому что игра у нас напольная. Поэтому здесь как бы вы понимаете, что с одной стороны вроде видно плохо, а с другой стороны, когда вы увидите это вживую на полу своего учебного заведения, блеск ваших глаз будет сродни тем полезным ископаемым, которые мы с вами сегодня попробуем добыть. Итак, еще хотел обратить ваше внимание на третий формат игры, что весь шагарем задумывался ради того, чтобы мотивировать детей к изучению и получению новых знаний в движении. Это очень полезно для дошкольного возраста и начальной школы. Евгения, что ты думаешь про пользу такого формата преподавания? Ну, движение, как известно, жизнь. Я думаю, что это полезно не только для дошкольников и младших школьников, а в принципе полезно всем иногда подвигаться. Поэтому я думаю, что воспитатели дошкольных учреждений, учителя тоже будут очень с большим удовольствием пользоваться этим пособием и двигаться по полю. Будете пользоваться служебным положением. Итак, что еще у нас из карточки есть и как, собственно, вы можете с ними взаимодействовать? Если мы поговорили про профессии, то есть людей, которые добывают, соответственно, что добываем, вопрос у нас какой? А где мы это можем добывать? Некоторые полезные ископаемые мы можем добывать в голом поле. Вышли, взяли пилу и пошли заниматься лесозаготовкой. Некоторые ископаемые мы с вами будем добывать в шахтах, а некоторые в карьерах. И дальше важно, что? В каком регионе находится эта шахта или карьер? Потому что не во всех регионах и не во всех местах могут быть эти полезные ископаемые. А для этого нам понадобится не только шагариум, но и карта, в данном случае, Пермского края. И это очень классная цепочка, когда мы с вами краеведение превращаем в классную, интересную игру. То есть здесь мы объясняем детям, зачем нам вообще была нужна карта и зачем мы изучали, в каком городе что находится. Дальше мы понимаем, что люди в этом городе должны осваивать определенную профессию. И эта профессия, опять же, будет связана с тем, за счет чего, собственно, существует город. В данном случае, если мы говорим про соликамс, то это тоже место добычи. Соответственно, мы с вами понимаем, что необходимо детям объяснить, что здесь наши папы ходят на работу в шахты и добывают следующие полезные ископаемые по списку. Там у них есть какие-то профессии, о которых мы говорили ранее. И это практически опыт, через который вы, как педагог, их проводите, закрепляется у них в памяти надолго. То есть, соответственно, они смогут не только получить эти знания, а транслировать их дальше. А это что? А это краеведение. А краеведение это что? Это патриотизм. Если я знаю много о своем крае, я его люблю, значит, у меня чувство патриотизма возрастает. А этого требует современное время, согласитесь. Итак, если мы поговорили о всем вышесказанном, еще хотелось бы рассказать такую историю. Ведь шагариум – это от слова шагать. А шагать не просто так, а шагать по определенным алгоритмам. И совсем недавно мы сформировали новую концепцию. И все наши клиенты, которые нас знают, про эту концепцию уже слышали. Мы сейчас занимаемся продвижением вычислительного мышления, о котором Евгения, собственно, пару слов вам и расскажет. С научной точки зрения вычислительное мышление – это мыслительные процессы, которые участвуют в постановке проблем и предоставлении их решения в форме, которая может быть реализована с помощью человека или компьютера. В общем, разжевываю попроще. В современном мире мы должны понимать, как работает та или иная система. Работает она с помощью алгоритмов. Но делать самоцелью игру шагариум, да, как игру по изучению алгоритмизации, это слишком узко. Потому что педагоги современные нам доказали, что необходимо расширять понятийный ряд. Собственно, что мы и сделали. Если мы хотим, чтобы дети наши добивали успеха в будущем, мы им рассказываем, как работает та или иная система, как строить правильно алгоритм. И что этот алгоритм делается не ради того, чтобы сделать правильный алгоритм, а ради того, чтобы они добились цели. То есть есть у нас, допустим, у Васи задача найти где-то полезное ископаемое. У него будет здесь, на нашем красивом поле, несколько вариантов. Допустим, это у нас лес, чисто поле, как я его называю, карьер и шахта. Задача у Васи, собственно, найти алюминий. Вот так эта карточка выглядит. И Вася должен из точки А, получив задачу, придумать алгоритм, который ему позволит это сделать. Мы с вами понимаем, что тему по поиску полезных ископаемых мы уже должны были пройти заранее. Соответственно, он должен понять, куда он пойдет. После того, как он шлеп-шлеп-шлеп-шлеп своими ножками, дошел до места добычи, понятно, что он с лопатой сразу не начнет поиск, потому что алюминий хранится где? Глубоко. Эту руду нужно добывать, и лучше бы придумать какой-то инструмент. А лучше не придумывать, а его приобрести. Что мы будем приобретать? Вариант А – динамит. Вариант Б – лопату. Вариант С – допустим, бульдозер. Вот так мы это сделали. Все. Собственно, каждый алгоритм и принятие решений – это и есть вычислительное мышление. То есть мы в голове Васи на раннем этапе формируем, что каждый шаг приводит к новой задаче, которую ему необходимо решить. И чтобы ее решить, нужно ее разложить на маленькие шаги. И правильная последовательность этих шагов – это и есть алгоритм. Но сама цель – это решить задачу, а не составить алгоритм, чтобы вы правильно меня поняли. Итак, про это мы все с вами тоже, друзья мои, поговорили. Показали, какое большое количество разных карточек мы приготовили. И все это ради чего? Ради того, что, конечно же, наши дети развивались. А мы, со своей стороны, постарались сделать так, чтобы вам, педагоге, было это делать намного проще. И еще один момент, друзья. Вот эти все полезные ископаемые в этом году особо актуальны, потому что есть одно международное соревнование, которое имеет такую же тематику. И наш набор необязателен, конечно, но он очень хорошо поможет вам подготовить своих детей и увеличит шансы добиться успеха. Я ни на что, конечно, не намекаю, но призываю хотя бы задуматься. Ведь наши клиенты уже имеют возможность взаимодействовать с этим набором. Вопрос, почему вы еще это не сделали. Поэтому мы с Евгением оставляем наши контактики внизу. Вы берете телефончик, звоните, пишите и связывайтесь с нами любым доступным способом, чтобы получить самое современное пособие по обучению вычислительного мышления, которое с вами будет очень долго на любую тематику, потому что мы его постоянно развиваем. И будет мотивировать не только ваших детей развиваться, а еще и педагогов. Потому что шагарем – это универсальное средство, которое адаптируется под ваши цели и задачи. Такие дела. Есть что дополнить? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Конечно же. Подписывайтесь, чтобы получать последние новости о наших пособиях и о новых методах обучения, потому что мы стараемся их искать и давать вам, наши любимые педагоги. Наша главная задача – помогать педагогам в развитии наших детей. Как известно, чужих детей не бывает, а дети – это наше будущее. Вот так вот Евгения завернула, полностью присоединяясь. С вами был канал «Есть вопрос». Меня зовут Александр, рядом сидит Евгения. До новых встреч и пока. Остались вопросы? Пишем в комментариях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok